И в частности, в то время, когда пришла к нам работа передать себя на пользу Творца, из чего мы приближаемся к этому? Шей-ла-ту-ва. Хороший вопрос. Занимает много времени, пока мы не захотели в разных видах постичь с помощью нашего желания получать духовную жизнь. И насколько мы стараемся с разных ракурсов подойти к духовному, с нашим клей, желанием получать нашим, мы видим, что не получается. И это как, когда ты приходишь, допустим, в какой-нибудь правительственный офис, что-то такое высокое, тебя не принимают. Ты можешь там крутиться вокруг этого долгое время, но они не считаются с тобой. Так и мы с духовной работой. Если мы не приходим в правильном виде, можешь вертеться до конца жизни, и ничего не получишь. И не думай, что они могут поменять свой подход, свой характер. Это не поменяются все духовные состояния, построенные согласно духовной лестнице, от этого мира до бесконечности, до окончательного исправления. И поэтому то, что нам нужно, как можно больше, если мы будем выполнять то, что каббалисты пишут о группе, об объединении, через него к Творцу и к исправлениям нашим, это произойдет. А нет, так нет. В этом, на самом деле, проблема, что мы хотим определить по отношению к Творцу свои законы, свои желания установить. А они все вытекают из нашего эго, нашего желания получать. Получается, что насколько мы будем требовать, просить, из желания получать, мы не почувствуем себя, будем чувствовать себя только дальше. И это тоже хорошо, потому что движение все-таки есть. Это негативное движение, мы раскрываем, что мы не продвигаемся в правильном направлении, но постепенно это исправляет нас.